Игры для самых младших Игры для школьников Эрудит пятерка Которую организуют и поддерживают Телерадиокомпания Гомель и Гомельский облсполком За что им низкий-преднизкий поклон Спасибо Очередная игра у нас сегодня Слева от меня в красных шарфах Команда Анастасии Шаповал 61-я школа Их изо всех сил любит и поддерживает Их любимый тренер Александр Иванович Вороненко Спасибо Справа от меня Вот в таком немножко украинском стиле Желто-синее Команда 11-й школы Команда Ивана Гирева С которыми работают супруги Спектры Итак, внимание Начнем мы с пробы сил С первого боя столкновения Блеф-игра Выжать кнопку, сказать да Либо нет Потому что я иногда буду честно Глядя вам в глаза врать А иногда нечестно подмигивая Говорить правду Итак, внимание Готовы Настя Шаповал Настя Кто у вас обладает такой Стальной интуицией Железной лыгой Сама? Да Сама? Да Понятно Иван, кто у вас? Я Капитанский бой Вперед! Вперед! Настя! 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 Внимание В Блеф-игре правильный ответ Стоит 5 очков Верите ли вы, что Дисней неоднократно Менял лицо Микки Мауса Настя? Да Конечно Он его перерисовывал И Микки Маус Станялся Все краше и краше Играем дальше Можно ли по правилам Застольного притча Класть варенье в чай? Да, Иван? Да Да, конечно, можно Никто за это не поругает Тем более даже похвалят Сахар экономите Верите ли вы, что Летучие рыбы Иногда машут плавниками Когда летят? Да, Настя? Да Да, есть такое Не всегда, но иногда Когда полетать захотелось Верите ли вы, что У Австро-Венгрии Было две столицы? Иван? Нет Правильно думаете Всегда в Вене Она была столица Отлично Верите ли вы, что Лисы Лисы Охотно едят Растительный корм? Настя? Нет Вот вы знаете Басня про лису И виноград Имеет под свое Реальное основание Лиса с удовольствием Ест виноград Ест сладкое То есть растительный корм Ей тоже не чужд Так что вот запомните Теперь вы это знаете После блеф игры нашей У нас счет 10-10 Абсолютно равная игра Переходим к дуэль игре Итак, дуэль игра Прослушайте темы И целых 5 секунд я вам дам Чтобы вы решили Кто какую тему На себя сможет взять Итак, 5 боев дуэль игры Первый бой Наша Беларусь Второй бой Все цвета радуги Третий бой Звезды и планеты Четвертый бой Общее слово И пятый бой Сказочный Кто живет Итак, у вас 5 секунд Чтобы решить Кто какую тему на себя Готов взять Итак, решили Ну я к Анастасии обращаюсь Для первого боя Наша Беларусь Кто настолько знает Хорошо нашу страну От нашей команды Пойдет Павел Павел, хорошо Павел, готовьтесь Иван, от вас Юля, спектр Итак, Павел против Юли Вперед! Юля, 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 Юля Итак, внимание Итак, внимание Итак, внимание Начнем Наша Беларусь Так называется Главное научное учреждение Беларуси Двумя словами Там еще станция метро такая Реально в Менске Академия наук Ну, дети маленькие Могут еще не знать Про академию Ну, теперь вы это знаете Играем дальше В этом городе Находится археологический музей Под названием Берестье Да? Гродно Гродно, понятно Не совсем точный ответ Юля, может, знает? Берестье Брест Брест, конечно же Пяточку Играем Это родной город Знаменитого художника Марка Шагала Да Могилев Могилев, нет Прошу вас, Юля, может, вы знаете? Минск Минск, нет Он в Витебске родился Играем В этом городе На пьедестале Стоит Большой такой красивый Самосвал Белаз Где же выпускают Белазы У нас в Белоруссии? Минск Нет, в Минске Выпускают у нас Мазы Может, Павел знает? Жлобин Несколько бы что угадал На самом деле Жодина Теперь вы это знаете И заканчиваем Так в 90-е годы Ласково называли Нашу Белорусскую Валюту В честь животного Одного такого Да Белки Белки Да нет, не белки Юля Может, вы знаете? Зубры Зубры На самом деле Зайчиками называли Нашу белорусскую валюту Ну, вот так вот Показали такие Чуть-чуть Чуточные знания По Беларуси 10-15 Впереди Команда Синих Команда 11-й школы Мы играем в следующий бой Настя Все цвета радуги Кто Без запинки Может весь спектру Наизусть отбарабанить Я Великолепно Янтмин, это последний ваш выход У нас больше двух раз Игроки к стойке не становятся Иван Кирилл Итак, Настя против Кирилла Вперед! Кирилл! 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 Внимание! Кирилл! Внимание! Внимание! Все цвета радуги С нее обычно начинается абзац Да Красные строки Абсолютно точно ответ Такими в песенке были море, небо, мамы и песни Да Оранжевыми Оранжевые мамы оранжевым ребятам Оранжевые песни оранжево поют Да Драгоценный камень-изумруд Такого цвета Да Зеленого Это точный ответ Да Эта птица бывает белой, сизой, пестрой Ну А называют ее почему-то в честь какого-то цвета Неужели не знаете? Голубь Голубь Ну он не голубой, он сизый, пестрый Но ни в коем случае не голубой И заканчиваем Его синие цветы в гербе нашей страны Да Василек Василев в гербе Внимательно изучите, когда домой придете Может Настя знает? Ну Ой-ой-ой Лен, дорогие мои Лен Лен синеет у нас в гербе белорусском Теперь вы это знаете Запомните это А счет у нас после всех цветов радуги 15-25 Одиннадцатая школа, синие впереди Мы играем в следующий рой Следующий бой Звезды и планеты Ну что, первый космонавт 61-й школы это? Синенка Герман Герман, ну почти тетов Второй космонавт был такой Иван у вас? Саша Лопахин Потом, кстати, обнаружили кольца и у других гигантов Играем Эту планету наши предки воспринимали как две звезды Утреннюю и вечернюю Ну что же за планета такая? Утречком сияет Да? Венера Венера, да правильный ответ Римляне вообще считали, что две разных звезды Веспер и Фосфор Играем Сириус самая такая звезда нашего северного неба Какая? Такая вот А? А? Самая яркая звезда Теперь вы это знаете и запомните Это вдруг пригодится И заканчиваем литературным вопросом Именно этот русский поэт написал о звезде пленительного счастья Ну, товарищ Верь, взойдет она, да? Пушкин Пушкин, абсолютно правильный ответ Зайдет она, звезда пленительного счастья Для вас она уже взошла 30-30, Герман сравнял счет Выиграл следующий бой Новая тема у нас Общее слово Я называю три разных существительных А вы к ним подбираете подходящее прилагательное Которое подходит ко всем трем словам Кто способен на такие литературные языковые подвиги? От нашей команды пойдет Тимофей Прекрасно Иван от вашей? Пойду я Отличное, Тимофей против Ивана Вперед! Маня! 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 Паек Закон Какой? Сухой Сухой лед Прекрасно Сухой паек Сухой закон Великолепная игра этого Пресса Дом Ну и Фальстарт 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 Тимофей Очень строго Леж Электронный судья И море Желтое Желтое, конечно АПЛОДИСМЕНТЫ Иней Чулок Птица Синий-синий Иней Лег направо Да Это Все уже Все Синий чулок И синяя птица Символ счастья Не поймали вы ее сейчас Играем Лебеди Ночи Снег Ну Какой снег-то? Господи Да А? Белые Молодец АПЛОДИСМЕНТЫ После общего слова Общий счет 35-45 Снова Вывел вперед Своих игроков Иван Играем Следующий бой Итак, внимание Сказочная тема Кто живет? Апанович Анна Анечка, готовьтесь Иван у вас? Полина Анна против Полины Вперед АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, кто где живет? Итак, живет в маленьком домике на крыше за трубой Да Карлсон Карлсон, который живет на крыше, конечно А он живет в коморке под лестницей, где нет ничего, кроме нарисованного очага Буратино Буратино, конечно АПЛОДИСМЕНТЫ А вот на улице бассейный живет? Да Рассеянный Человек рассеянный, желчек рассеянный На улице бассейной А в штате Канзас в деревянном фургоне, снятом с колес Ай-яй-яй-яй-яй В штате Канзас В фургоне, которому так легко подняться в воздух и перелететь в волшебную страну Живет там девочка Элли или девочка Дороти Тут разные сказки есть, разные сказочники их рассказывали И заканчиваем А он живет в доме под надписью посторонним В Винни-Пух Нет ужки, не Винни-Пух там живет А может вы догадаетесь? Ммм... Кто? Ну, три, две, одна Пятачок там живет Под Пятачок именно там живет Под этой надписью Итак, счет после сказочной темы у нас 45-50 Разрыв совсем маленький Следующий игра Итак, внимание Вот наше скоростное централизованное тестирование Вопрос, три варианта Ответ, нужно выжать кнопку и назвать верный вариант Потренируйтесь, вдруг пригодится Анастасия, кто у вас быстр в выборе вариантов? Королев Павел Паша Королев Хорошо, у Ивана? Кирилл Михейкин Итак, Паша против Кирилла, вперед! Кирилл! Королев! 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 Идиот, внимание Итак, внимание Начальные буквы имени и отчества называются А. Автограф Б. Вензель С. Инициалы Да? Инициалы Инициалы, конечно же Атлатенского инициалис начальный Гуманный это А. Общественный Б. Человечный И С. Профессиональный Да? Человечный Человечный, отлично Павел блестяще играет Краткая запись Или сжатое изложение Книги, лекции, доклада Это А. Рубрика Б. Конспект И С. Цитата Конспект Конспект, великолепно! Ни одного шанса Паша не дает сопернику Кирилл, я в вас верю, соберитесь Начитанность Глубокие и широкие познания Это А. Интеллигентность Б. Эрудиция И С. Талант Б. Да Эрудиция Да! Уже 40 очков набрал Павел Ну, потому что у нас На тест-игре стоит Правильно-то 10 очков И заканчиваем Противоположностью понятия Лицемерный будет А. Искренний Б. Вежливый И С. Решительный Б. Да Решительный И первая ошибка У Павла есть шанс У Кирилла Б. Б. Вежливый Лицемерный Это как раз Такой неискренний А вот Противоположность Естественно Это искренний 85-50 Павел вывел Свою команду Вперед Следующий экран Итак Слайд Игра Любимое развлечение Наших Участников Смотришь На экран Большой Красивый Там большая Красивая картинка Большая Красивая буква И называешь Слово Которое Начинается На эту Большую Красивую Букву Настя Кто у вас Может различить Букву И экран От нашей команды Пойдет Герман Герман Готовьтесь Иван От нас Пойдет Юлия Спектр Итак Герман Против Юли Вперед Герман 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 Итак Внимание Ничего Жать не нужно Смотрите На экран Отвечаете В микрофон Хорошо Хорошо И лидирует У нас сейчас Красная 61-я школа Ну что ж Начнем мы С Германа Герман Слайд Исключительно Для вас Прошу Апостол Несколько неверно Юля Может вы возьмете Нет На самом деле Это аббат Такой католический Священник Юля Играем с вами Прошу Буква Б Тишина Кто это Юль Не Не Герман Не Беса Никогда не видели Это бесенок Такой чертенок Бес Хорошо Играем с Германом Герман прошу Василиск Василиск Это правильный ответ Плюс 15 очков Герману Юля Играем с вами Рубит ей голову Геракл Кто она такая Медуза Горгон Да нет Она немножко по другому Медуза выглядит И Геракл не рубил ей ничего И с ней ТСР забрался Герман может ответить Гидра Это гидра многоглавая Да 10 очков На подборе Герман И Герман Продолжаем играть с вами Буква Д Домовой Домовой конечно Вот он какой красивый Юлячка Играем с вами Вот как эту женщину Можно назвать Хотя она и ест Немного В общем то Наверное Прошелестила Юль нет Герман Нет Ну жрица Это жрица Которая Исполняет Обряды Языческого Культа Герман Давайте с вами Поиграем немножко Прошу О Какой мужик На букву З Может Зевс Зевс Да нет Да нет На Зевса Он не похож Попроще Он Юля может вы знаете Знахарь Простой Знахарь Вот и все Юля играем с вами Попробуем Вот нужно Вот нужно назвать имя Человека Который вот на этой повозке Повелевает у нас У славян Громом и молнией Пророк такой Имя На букву И Иисус Иисус Нет Не повелевает Над громом и молнией Может Герман знает Нет Илья Пророк Теперь вы это знаете Герман Прошу Вот такое Сказочное Существо На букву К Может Кикимора Кикимора Правильно Вот она Какая Оказывается Живет За печкой Мотает там Себе пряжу Ну и Шкодит По Возможности Юля Последний ваш шанс Кто он Буква Л Лесовик Лесовик Ну можно Да и так Леший Лесовик Его еще называют Плюс 15 Что На славян Блестяще Сыграл Герман 140 У красных 65 У синих Риск Играет Все еще Можно Поправить Счет Можно сравнять Можно даже Ввести Команду Проигрывающую Вперед Бывали у нас Такие случаи Настя На риск Игру Кого отправляете В бой Тимофея Тимофея А Иван Саша Лопатенко Итак Тимофей Против Саши Вперед Внимание Напоминаю Что риск Игра Это Единственная Игра В нашей Руди Пятерке Где Штрафуется Неправильный Твет Ну вот Хотя бы Одна такая Должна быть Итак Внимание Правильный Плюс 20 Неправильный Минус 20 Внимание Начнем Наша Беларусь Эти трактора Пропагандируют Нашу страну Во всем Мире Белас Белас Это не трактора Это Огромные Такие Самосвалы Минус 20 очков Будете отвечать На Мафии Нет Нет А слышали Про такие трактора Беларусь Или Беларус Еще пишутся Хорошо Играем дальше Все цвета радуги Если человеку Все равно Он упоминает Этот цвет спектра Да Фиолетовый Мне все фиолетово Говорит он Да Девочки Звезды и планеты Звезды есть Не только на небе Звезды есть На погонах У офицеров А у кого еще Опа Тяжело Никто не хочет Рисковать За 20 очков У генералов У прапорщиков Тоже звездочки маленькие Играем Общее слово Какие? Медаль Ключик Сердце Да Золотой Это правильный ответ И заканчиваем Кто живет В хрустальном доме Под елкой Перед дворцом Да Белка Ель в саду Под елью Белка Да 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 Итак Счет конечно Разгромный Счет конечно Мощный Но Я одно хочу сказать В Утешение Выигравшей команде Утешайтесь Тем что Вы набрали очень много И есть шанс У вас Попасть в финал Очень Высокий шанс А финал у нас Всего навсего Через Две Игры Так что Ваши 180 очков Послужат Таким Золотым Ключиком В этот Финал Вернитесь на место Пожалуйста Итак Наши сладкие Призы Наши сладкие Подарки Как обычно Представляет нам Наш верный Добрый Партнер Самомойка Или автомойка Самообслуживания На Солнечной Объездная 4Г Поворачиваешь Направо Съездического Проспекта Мимо заправки Вниз Заехал Любая автохимия Пылесос Мойка Ручная Мойка Автомодельская Мойка Разумные Цены Просто Прелесть Спасибо вам Самойка Заезжайте Ну а вам Дорогие мои Я могу сказать Что у нас Загораются Новые звездочки На Эрудит Пятерке И Увидим ли мы их В финале Или не увидим Ну нужно Не смотреть на дима Смотреть В телевизор Твр Гомель Точка Бай Эрудит Пятерка Смотрите нас На третьей кнопке По пятницам Без пяти Семь Ну просто Прайм тайм Смотрите нас Включайте нас И самое главное Смотрим пятерку Получаем Десятки Играем Субтитры создавал DimaTorzok